Дмитрий Пономарёв 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 все аграрные, скажем так, науки, культуры и вообще всех передовых вещей, которые происходят. Да, мы сейчас будем говорить с вами об объемах производства. Еще раз повторюсь, что, может быть, в объемах Краснодарского края это не очень много. Но он уникален тем, что все-таки здесь все самые передовые технологии. Сюда к нам приезжают из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья учиться сельскому хозяйству. Аграрии Кубани здесь приобретают навыки сельскохозяйственного производства. Здесь приобретаются и семена, и породы животных. То есть это, вот еще раз говорю, что это такой мощный научно-производственный комплекс. Ну что уж говорить, если в нашем городе расположен один из самых крупнейших аграрных вузов в стране, один из самых популярных. К объемам, то, о чем вы сказали. Давайте пока поговорим о предварительных данных по объемам сбора урожая. Какая культура у нас превалирует, скажем так, из тех, что выращивают конкретно, например, даже в муниципалитете? Наши сельхозпроизводители выращивают весь спектр сельскохозяйственных культур. Более 15 хозяйств занимаются производством зерна, масла, семян подсолнечника, сои. Два хозяйства у нас имеют рисовую растительную сеть. Мы занимаемся производством семян, риса, сердца. Три крупных плодовых хозяйства, где выращиваются фрукты. Овощеводством у нас в основном заняты хозяйства малых форм. Это и крестьянско-фермерские, и личные подсобные хозяйства. Тем не менее, на нашей территории есть мощный агрокомбинат тепличный. 30 гектар зимних теплиц, где выращиваются овощи защищенного грунта. Живодноводством у нас заняты 4 сельхозпредприятия, крупных сельхозпредприятий. Ну, также животноводством заняты и фермеры, и личные подсобные хозяйства. Безусловно, уже разгар лета, и, естественно, идет сбор урожая сельскохозяйственных культур. Буквально на днях мы закончили уборку зерновых колоссовых культур. И нашей основной хлебной культуры – это зимой пшеницы. Сегодня Кубань уже рапортует о том, что получен рекордный урожай зерна – более 11 миллионов тонн. Аграрии города тоже внесли свою определенную лепту в этот кубанский каравай. Мы собрали около 79 тысяч тонн озимой пшеницы, зерна и озимой пшеницы в том числе. Но, что хотелось бы отметить, что здесь не только важен объем производства, валовый сбор, но и то, что где-то 80% собранного зерна пшеницы – это зерно высокого качества, которое необходимо для хлебопечения, для обеспечения жителей нашего города высококачественным хлебом. Урожайность озимой пшеницы сегодня превысила 67 центнеров с гектара. Это очень высокий урожай, надо сказать, что это выше на 5 центнеров, чем в среднем по краю. Мы уже научились, наши сельхозпредприятия, уже научились выращивать пшеницу с урожайностью выше 60 центнеров с гектара. Это очень отрадно. Не так давно эта урожайность составляла всего 45 центнеров. Почти в два раза больше. Почти в два раза. Да, отдельные хозяйства у нас получают до 80 центнеров с гектара. И это еще не предел. Благодаря нашим ученым, благодаря ученым научного национального центра зерна, вот получаются такие высокие урожаи. Но, еще раз повторюсь, это не предел. Они уже вывели сегодня сорта озимой пшеницы с урожайностью до 130 центнеров с гектара. Так что вот с такими сортами наше будущее. Я так понимаю, за овощами и фруктами пока еще какие-то определенные цифры не закреплены, потому что сбор еще идет. Идет сбор, но тем не менее. Тем не менее, активно сегодня идет сбор фруктов и косточковых, и семечковых. И они поступают на рынки нашего города. Также идет активный сбор овощей. И как и в крупных, я сказала, уже сельхозпредприятиях, так и в личных подсобных хозяйствах. Ну, сегодня сказать, что рекорды там, как бы, действительно, вы правильно сказали, что все это будет идти под счет по осени. Но, тем не менее, не хуже, чем в прошлом году. Сегодня вот результат наше хозяйство в этой области показывают. Скажите, вот то, что наши местные муниципальные производители всевозможных культур, в том числе и животноводы, все, что касается сельского хозяйства, это на, скажем так, внутреннего потребителя, на горожан? Или же это внутренний экспорт какой-то? Может быть, по стране это все дело отправляется? Безусловно, в первую очередь, это обеспечение жителей города Краснодара вот той продукцией, сельскохозяйственной продукцией, которая сегодня производится. Но я озвучила вам цифры, еще раз повторюсь, что они небольшие в масштабах края. И, естественно, обеспечить более чем миллионный город, плюс еще с приезжими, с туристами, так сказать. Конечно, пригородные АПК не в состоянии, здесь нам помогают хозяйства Краснодарского края. Но основная продукция, в том числе овощная, плодовая, она, конечно, реализуется в первую очередь в городе Краснодаре. Какие на сегодняшний день существуют меры поддержки для производства? Сельское хозяйство вообще невозможно без государственной поддержки. И здесь пригородные сельхозпроизводители не исключение. Они получают меры государственной поддержки по двум программам. Это государственная программа развития сельского хозяйства. И из нее поступают средства из федерального краевого бюджета. Есть муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства. Там есть подраздел поддержки хозяйств малых форм, крестьянско-фермерских, личных подсобных хозяйств. Эта поддержка поступает из местного бюджета. Виды поддержки совершенно разные. Поддерживаются все отрасли, практически все отрасли растеневодств и животноводств. Из муниципалитета поддерживается строительство теплиц в личных подсобных хозяйствах, крестьянских хозяйствах. Развитие систем капельного орошения и на корма для обеспечения животноводства. – Ну что ж, 11 с лишним миллионов тонн – это действительно очень громкая цифра. И вполне возможно, что в следующем году, как уже мы не раз говорили, аграрии побьют свой собственный рекорд. Они будут почивать на лаврах. Вам огромное спасибо, что были сегодня в нашей студии. Дождемся осени, и тогда уже сделаем более предметные подсчеты, поговорим о более предметных цифрах. Вам огромных успехов в работе. Спасибо, что были сегодня с нами. – Спасибо. Всего доброго. Это была «Точка зрения». До встречи на телеканале «Краснодар». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok